Мегагероев современного мира и есть истина Гарибар Шоу Ибо Кирилл Имифорти Вы слушаете Гарибар Шоу на Радио Болит Вместе с сетью и брендовым магазинов Спортхаус Все яркие цвета лета вы найдете в Спортхаус Мировые спортивные бренды, эксклюзивные модели Найхума Саламон Спортхаус, выглядеть стильно, чувствовать себя свободно Наши адреса, торговый центр Алмаз, второй этаж Гаева, торговый центр Кристалл Спортхаус, лето, жара, новая коллекция Интернет-магазин сх-решок.су Спортхаус, лучший для вас А я смотрю, Алексей Борисович, он же как бы в КГП все дела Он смотрит, что мы какую херню с тобой делаем Ну что, 2-3-9-3-3-9-9, друзья Для чего вам не нравится в нашей стране? Не-не-не И до чего вы пошли бы на митинг А именно почему бы не на митинг, а революцию? Не, ну ситуация совершенно предреволюционная Если вот брать аналогии с историей С февралем, 17-го года С октябрем, то в феврале никаких предпосылок Для социального взрыва не было Николай Второй дал Думу Были в Думе, так сказать, формировались фракции Которые явно были Как оппозиционных власти и так далее Была политическая элита, которая была Недовольна властью и так далее И, в общем-то, так сказать Февральская революция была Совершенно на ровном месте, что называется То же самое и здесь Сегодня степень недовольства режимом Недовольства власти Степень неудовлетворенности элит То есть ситуация, которая в стране происходит Она колоссальная и огромная Поэтому вы совершенно напрасно думаете Что этого не может быть Так, номер напомню, друзья 2-3-9-3-3-9-9 Пока на данный момент у нас было, значит, три звонка Один из них был в позитивную сторону Что, ребята, можно действительно На нашей стране достаточно простым образом Заработать денег Ну, по крайней мере, над существованием Ну, над существованием Машину взять, там, квартиру Когда можно все заморочить Да, если у тебя реально нет дел, которые отвлекают тебя Послушайте Есть два человека, подожди, я закончу Есть два человека, значит, один Мы знаем у одного человека Ну, просто не будем, они разговаривают Алло Которые против, короче Здравствуйте Здравствуйте Как зовут? Денис, вот, Денис Денис, расскажу Вот ты почему бы пошел на революцию? Поддержал бы революцию Вот так бы Я согласен с тем, что можно Что-то менять Но я считаю, что Если будут революции Какая была революция А какая была революция В 17-м году? Вот скажите мне Какая была революция В 17-м году Так, давайте вот этот вопрос напоследок, после того, как ты мнение скажешь, оставим тебе этот вопрос. Давай, значит, есть ли, как ты начинал? Алло. Друг, ты с нами? Да, да. Да. Еще раз ответь на вопрос, за что бы ты, ну, то есть пошел бы, то есть зачем, по-чему ты поддержал бы эту революцию? Ну, я бы поддержал, в первую очередь, чтобы перестали Россию использовать актеревольский садок Запада, чтобы у нас... Ну, правильно. Так, так. Если сказать лично, какие-то проблемы, то у нас, конечно, специальная политика, государство меня не устраивает. Да. Но я думаю, что тут не от воли, наши исправители, это все зависит, в целом ситуация нас меняется. Потому что, по сути, если мы не будем сырье продавать на Запад, а будем производить все сами, то они нам и не нужны. Это мы им нужны для того, чтобы они подставляли не лес, там, полезные ископаемые. А если у нас, как говорится, то мы спокойно обойдемся и без Запада. Вот, послушайте, кто в 88-м году, в 1900, мог подумать, что через три года не будет СССР? Через три года. Никто, уверяю вас, совершенно никто. И тоже сегодня, социальный взрыв неизбежен в стране, не потому что я так хочу или не хочу. Ладно, спасибо за звонок. Это потом, в революции нет никаких исторических или социальных закономерностей. К сожалению, это набор частных случаев. Вот любая революция, или с 17-го года в России, с 91-го года, это была революция. Они говорят об этом, что никаких... И я вам скажу, от каждой этой революции нас отбросило много-много лет назад. Мы отставали из-за этого. Я вообще думаю, что революция, это на руку сейчас все-таки, естественно, Западу. Когда внутри страны идет революция и какая-то война между собой, государство ослабеет. И это, получается, превеликая, очень хорошая возможность Западу залезть в нашу страну и что-то там на веретете сделать так, что мы сразу в один прекрасный момент стали чужими. А в 90-е годы, когда была революция? 90-е годы, да, это была революция. В 90-е годы закрылись все эти движения, все сделали в 90-е, и отжарили сами свои страны. Что болотных спонсирует Запад, мне это 100% так кажется. Конечно же. Ты что, 2393399, алло. Здорово, Андрюха. Так, смотри, значит, у нас разговор такой, что Алексей Борисович Бессонов, наш хороший боевой друг, считает, что будет вот-вот революция. Не завтра до воскресенья в шесть. Скажи, пожалуйста, ты вот поддержал бы революцию? Если надо, то почему, если нет, то тоже скажи почему. Я согласен Богу, Алексей Борисович Бессонов. Но дело не только, как говорит Рогуль Фаратов. Вот, вот, иди на работе. Дело в том, что идет ущемление прав, людей, да? Ты не даешь, чтобы он был оплавателем. Он назад понимает, что он сейчас вообще-то интимуал, такие вели, ну, на, вот, в Москве не походите, где он бывает. У них там где-то, 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 где-то. Так, так. Вот, но правильный выбор не надо проходить. Да. И процент был, там 20% заранее. Да, 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 да. Причем МВД считает у них, у них нет, они с Бирком, у них МВД занимается подсчетом голосов. Да, вы совершенно, вы совершенно правы. Еще раз говорю, что сегодня самая главная предпосылка элиты политически недовольны. Образованные люди недовольны той ситуацией, которая сложилась в стране. Я, например, недоволен. Недоволен, так сказать, многие, почему, потому что мы не востребованы. Когда шел процесс в 90-х годах накопления капитала, мы не могли там участвовать, потому что там была сплошная уголовщина. Тогда ни один нормальный человек не шел, почему, ну, там стреляли, там убивали, ну, там, поэтому, что их в тюрьму должны посадить, а они на этом сделали карьеры, сделали себе судьбы, детей туда суют и так далее. Но мы-то, кто, так сказать, учился, выполнял государственные повинности и так далее, мы не могли быть в той элите, потому что там все на крови, там кругом, так сказать, ну, братки бегали, вы помните, 90-е годы. Поэтому элиты сегодня недовольны, и таких недовольных огромное количество, а власть этого не понимает. Они идут на уступки политические с огромным-огромным трудом, так тогда служат, что люди говорят, надо открывать двери, а они не состоянии это делать. Друзья, значит, давайте звонки принесем через 5-7 минут.